здравствуйте друзья доброе утро еду с утра на работу но не совсем с утра сейчас где-то 10 20 но вот день часов в 11 я пойду там получу немножко класс вообще с 10 до 3 но первые часы их там занимают без меня а дальше уже я включусь и у нас из трех наших преподавателей значит один точнее одна преподавательница в отпуск поехала на три недели но и так у нас получается такое время непростое да то есть нам нужно вдвоем они должны покрывать за троих поэтому я так немножко подключаюсь где могу и такой как бы конфликт расписания получился ну и секундный такой поэтому получается что у меня с утра урок у меня с вечера урок в другой группе и между ними 6 часов 6 до 7 у меня онлайн урок с 7 до 11 значит обычные вечера ну и сейчас тоже вот там с 10 до 3 на 1 час там я начну с очкою а вот уже дальше с 11 до 3 буду вести поэтому такой меня большой педагогический день большой праздник типа день учителя такой сегодня так обычно у меня день директора школы а сейчас у меня будет день учителя нещадная эксплуатация друзья нещадная эксплуатация в соединенных штатах присутствует представляете вот так за день отучить что это будет 4 до 4 до 1 значит 9 часов мне сегодня учить вот так но ничего страшно ничего страшно мы в охотку всегда с удовольствием ребятки заканчивают две группы заканчивают потом новые начнутся соответственно в них тоже я первый урок веду то есть как-то меня не ровно мои часы разбросаны я веду первый урок и можно сказать последний до когда работу искать нам что еще мы за эти выходные героическими усилиями раскидали с десяток вопросов которые висели на форуме залив . орг все время спрашивают люди а как вам вопрос написать это так странно мне но наверное они не не знают значит можно конечно прямо где-нибудь там ютубе написать но если вы хотите чтобы вас не забыли и не потеряли значит вы пойдете на форум залив . орг и там есть место где пишут вопросы вы сразу увидите вот и и вас точно уже не потеряют и не забудут и все это ответится непременно значит так вот там было 62 что ли вопроса даже больше там было 65 66 в общем с пятницы мы раскидали десяток с одной стороны мне не хочется себя ощущать каким-то отвечателем вопросов знаете на вопросы но с другой стороны тоже они накапливаются и если я сейчас пойду под соберу чё там накопилось за последнюю неделю их там сейчас снова будет надо не меньше десятка мы накидаем туда до кучи мне как-то приходится их стаскивать из разных мест вот как бы чтобы люди писали сразу туда почему-то не получается вот но во всяком случае я очень доволен что мы раскидали сразу 10 вопросов и это было здорово я придумал фактически такой синтетический жанр когда выходишь просто в youtube трансляцию раньше просто отвечал бы вопрос за вопросом а сейчас я беру там три вопроса например выхожу в youtube и делаю трансляцию кто пришел тот пришел спасибо вот и отвечаю на эти вопросы но между ответами на вопросы которые там на залив . орг я отвечаю на вопрос который люди пишут просто в трансляции вот единственно что тут очень важно время выбрать такое чтобы в это время народ в основном спал вот мы начали вчера в что там было три часа ночи по москве да вот мы начали и было хорошо то есть народу было мало вопросов так задавали немного поэтому я и на те вопросы отвечал и на эти а потом время шло 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 и мы уже пришли там к местным 7 часам по москве 5 а там же не только москва там есть места где люди раньше встают и в общем количество участников стало расти количество вопросов стало расти и в общем то я чувствую уже не могу отвечать на те вопросы что я бы хотел с форума превращается просто в такой марафон живьем вот поэтому значит я я теперь понял что мы должны это делать в другие часы вот но в целом я очень доволен что такой жанр у нас получился вроде на вопросы отвечали и о жизни потрепались так и как-то оперативно что-то такое хорошо потому что до этого у нас прямые трансляции были всегда в пятницу в полночь по нашему в 10 утра в субботу по москве а значит многие люди в это время не попадали никак вот а так у нас какой-то такое разнообразие появилась мне мне даже понравилось вот что еще единственная конечно проблема с большими вопросами я большой вопрос никак не могу пойти один мне написал вопрос который не умещается в в топик на форуме то есть там десять тысяч знаков десять тысяч знаков ограничения а вопрос который мне написали там что-нибудь тысяч 40 знаков авторский лист эти небольшую брошюрку можно издать на этом вопросе и я я не могу его прочитать вслух бать если я начну вслух читать это полчаса будет только прочесть это в лучшем случае полчаса если быстренько так сжевывая поэтому я даже не знаю что делать может быть как-то мне внутренне переработать его и потом значит как-то своими словами изложить но это что же я должен час жизни потратить там на то чтобы вопрос изложить в общем в этом есть какое-то такое так сказать неправильность какая-то есть я я думаю наверное чеку просто хотелось написать потому что бывают знаете вот чисто псих психотерапевтически если у тебя есть какая-то проблема и ты о ней написал то вроде как и подлечился заодно знаете то есть вроде легче стало я не в том смысле что ему лечиться надо на том смысле что легче стало вот я я так с этой книжкой моей про мемуарный значит вот я сел написал там и из меня выплеснулась и все и она ушла а до этого сидела и не отпускала приводите вот я как раз очень хорошо понимаю что бывает вот важно просто сесть и написать но как как метод с такого самый сама лечение самоотпускание вот я думаю может быть они просто мне как бы пишут но в итоге не предполагается ответ там или что то я даже не знаю чем короче вопросик тем скорее на него ответить это знаете бывает с баг репортами то же самое бывает вот тестер пишет там разные баг репорты чем их разные тестеры вот они разные тестеры пишут разные баг репорты есть такие тестеры что вот они пишут а никто чинить не хочет ну то есть если есть другое что-нибудь починить то программист лучше чем другое починит и у нас даже есть такой вопрос мы когда изучаем предмет там есть такой вопрос какой тестер лучше который написал больше баг репортов или у которого больше баг репортов починенных эти и не то чтобы все сразу понимали о чем речь но они как же он же больше написал он же лучше да нет потому что влияние которое наказал на качество продукта меньше давайте вот чем больше ошибок починина тем больше воздействия на конечный продукт поэтому есть такие баги порт что смотрим пока разберешься за это время три сделает памяти и начинают отлынивать программист это это известная практика это как бы это качество баг репорта вот если хочешь чтобы тебя починили значит надо хорошо написать соответственно с нашими вопросами я когда вижу маленький я уже даже не не смотрю что там он там я думаю на маленький мы ответим эти маленькие хорошо перед тем как сел в машину на работу поехал прочитал а так бы я полчаса читал на работу бы приехал на полчаса позже нифига себе в общем такая вот история или надо какой-то робот что ли поставить чтобы он там найти есть такие читалки чтобы читалка зачитывала вопрос очень сложно вот лето у нас лето июнь видимо шестое да завтра завтра выборы тут 6 июня сегодня в субботу и в воскресенье в субботу и в воскресенье были демократические по-моему там кокусы были не выборы выборы а такие вот кокусы в пуэрто-рико и в virgin islands по моему там вот там не бог весть сколько там этих кандидатов но клинтон там торжественно победила и немножечко сократила увеличила я извиняюсь немножечко увеличила разрыв да со своим конкурентом господином сандерсом который довольно странно себя ведет конечно там вообще много на эту тему пишут интересного и показывают тоже дело в том что очень многие люди которые голосуют за сандерса не будут голосовать за клинтон то есть если сандерс например свою кандидатуру снимет то они не будут голосовать автоматически они не перейдут они не скажут но уже какой есть демократ за такого голосуем они за клинтон голосовать не хотят тут еще есть одна интересная такая хохмочка статистически дело то что на праймерис чтобы голосовать за республиканского кандидата нужно быть зарегистрированным избирателем от республиканской партии это легко делается это можете в онлайн пойти там две кнопки нажать и будете зарегистрированы но смысл в том что вы должны быть зарегистрированы для того чтобы голосовать на выборы на праймерис демократических надо быть либо зарегистрированным избирателем демократическим либо быть независимым independent вот я зарегистрирован как independent я могу пойти голосовать вот завтра мне прислали как раз значит там за клинтон там алисандерса а скажем на республиканский я не могу пойти и вот получается такая история то если посмотреть как голосуют на демократических праймерис как голосуют зарегистрированные избиратели демократические и зарегистрированные избиратели независимые то сам то клинтон сандерса кроет просто ну как я не знаю что то есть она и так его побеждает даже по прямым голосам то есть сандер все время кричит что его там обделили голосами супер делегатов что понятно и что правда но дело не в этом дело в том что он существенно проигрывает клинтон и по голосам прямых избирателей поэтому чё там уже сильно там щеки надувать то есть чё ему но если посмотреть на тех кто реально так сказать приверженец демократической партии то у него там ну просто ну вообще никаких шансов ни на что нет и даже как бы неприлично до неприличности он там уступает хиллари клинтон до неприличности то есть если бы например в демократы проводили голосование по тем же правилам что его проводят республиканцы то там сандерс страны вылетел бы на очень ранней стадии настолько ему бы там не светило с другой стороны если бы республиканцы проводили выборы так как их проводят демократы то есть с привлечением независимых да то в общем то я не знаю тонкостей но я я думаю что тоже расклад был бы сильно отличным от того что сейчас происходит вот так что такая вот интересная фишечка не знаю что завтра там будет и кому это нужно в том числе что станет ли картина яснее может быть она яснее не станет да параллельно с этим надо сказать что трамп просто уже как бы перешел все границы неприличного то есть он взял как бы новые новый уровень низости как бы с там с этим трамп юниверсити ну там студент и несколько студентов подали в суд и судья значит там какое-то решение принимал которое ему не понравилось там трампу и он сказал что если бы этот судья не был сам мексиканцем так давно бы не было никакого кейса это просто вот он как мексиканец лично трампа не любит и это настолько не по-американски и настолько мир за мерзотно да он потом еще его так провокационно спросили бы а если а если он был мнение не мексиканец сама и не знаю мусульманин он год им и мусульманский судья был бы ко мне не объективен говорит он а этот мексиканец он родился в индиане он он уже того же такое такое американец что я уже нужны меньше чем сам трамп уж никак не меньше вот и то есть настолько как бы его укатило в шовинизм что лидеры республиканской партии уже не знают куда деваться они вынуждены были публично значит там отмежеваться от этого осудить там и так далее в общем да интересно интересно мы живем значит посмотрим что дальше будет я не знаю конечно нужен какой-то третий кандидат независимый может партия какая-нибудь третья нужна потому что эти две уже достали но просто уж сил нет никаких а мы между делом хочу сказать ля-ля тополя приехали к нашему ресталищу то есть к месту работы и будем вносить свой вклад в развитие экономики и культуры соединенных штатов вот прямо тут вот вот в этом здании которые вы только что видели за кустами так я просто пытаюсь поставить машинку так чтобы тень была на объективе вот так что просто я подумал ну чё я буду опять вопрос какой-нибудь отвечать мы же так должны тоже пообщаться в целом чем происходит за жизнь туда-сюда ля-ля-тополя вот пойду на рабочее место счастливы вот